Большие, мускулистые и клыкастые в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли сородичи бульдогов и овчарок. Есть ли такие животные впервоуральские? Чем они отличаются от обычных дворняк? Расскажет Елена Пряхина. Ольга Хитренко с ужасом вспоминает конец весны. В поселке Пильное она с соседкой вышли на улицу заниматься финской ходьбой. Буквально через минуту на соседней улице дверь одного из домов открылась, выбежали две собаки и набросились на женщин. Собака укусила меня вот сюда, ухватила. В травмпункте сказали, что не прокусила, значит, лечиться я ничего не лечилась. У меня была гематома. Сегодня Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 названий – Акбаш, Американский бандок, Волкособ, Питбульт мастиф и другие. Но, как говорят специалисты, эти породы новые и их поведение плохо изучено. Основная задача этих собак – пасти скот в полях. Основная часть пород, которая в списке, в России их, наверное, единицы, и то, скорее всего, где-то в районах Кавказа. Единственное, амбуль, я так понимаю, что это американский бульдог. Ну да, достаточно распространенная порода, но тоже в узких-в узких кругах. Однако в Первоуральске большие и, на первый взгляд, агрессивные породы – не редкость. Многие в своих домах заводят собак охранников. В основном это кавказские, немецкие и среднеазиатские овчарки. Например, у Эльмиры Лудковой таких целых четыре. Но женщина уверена – они не опасны, без повода не нападают. Они на свою территорию очень охраняют. Но в иголе они абсолютно не обращают внимания на чужих людей. Ну, это собака конкретно, есть интерес познакомиться. Но мы стараемся этого не допускать, конечно. Ольга Трепезова – любитель доберманов. В ее доме уже больше трех лет живут два пса – Феникс и Валдай. Женщина рассказывает, агрессивность этой породы – всего лишь стереотип. Феникс, например, очень любит обниматься и охотиться на водомерок. Но вот только выгуливать питомцев Ольге приходится за несколько километров от дома – в лесу. Тепорода очень активная, надо много двигаться им. Если с ними не гулять, они начинают разносить дом. Поэтому приходится выгуливать в лесу, где свобода, где можно побегать без поводочка. Учитывая, что люди очень боятся собак, я ухожу в лес, чтобы вообще никого не встречать и никому не причинять неудобств. В Первоуральском приюте большие породистые собаки – не редкость. Большинство хозяев заводят питомцев, но их воспитанием и содержанием не занимаются. К тому же отправляют собаку на свободный выгул. Несмотря на то, что в списке потенциально опасных собак всего 13 пород, выгуливать других представителей хвостатых даже на вид маленьких и безобидных без поводка запрещено. За это может грозить административный штраф. Елена Пряхина, Александр Захаров. Новости. Первоуральск. 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 Первоуральск.